Второе видео по теме протеста, участия в политической жизни и цене за это, я бы хотел назвать это другое. Часто именно в интернете можно услышать такие пропагандистские клише на тему, что, ну посмотрите же, как жестоко полиция разгоняла демонстрантов во Франции. Посмотрите на полицейский произвол в США и так далее, и так далее. И тут возникает вопрос, другое ли это? Вы знаете, наверное, все же другое. Я не могу припомнить массовых случаев, когда бы, к примеру, в США или Франции сжигались или были случаи просто поджогов домов протестующих. А в своей жизни с, скажем так, не ближним, пускай, кругом, но какими-то там очень дальними через пять рукопожатий знакомыми такое происходило. Не припоминаю я таких случаев у них с похищением людей, например. А такое, ну, к сожалению, происходило, допустим, с моими знакомыми. Ну вот представьте себе, что вы в определенной движухе находитесь, протестной, политической, и вы узнаете, например, вот просто. В течение рабочего дня приходит вам месседж, что кого-то знакомых вам людей из вашей же движухи похитили, и сейчас человек. Как вам такое? Неплохо, да? Это, скажем так, уровень цены, о том, о чем я говорил в предыдущем видео. И это, наверное, что интересно, уровень того, насколько это все же другое. Одно дело, когда вы во Франции браво жгете машины и кидаете камнями в полицию, и выхватываете за это резиновой пулей, как несчастная девушка, которая выбила глаз резиновой пулей, и чье фото обошло все СМИ. А другое дело, когда похищают людей, например, когда какие-то неизвестные личности нападают и избивают людей. Не полиция даже, просто вас фотографируют, вас снимают, мониторят в соцсети, и могут там где-то встретить, или после работы, или после митинга, может, после каких-то протестных движений против чего-либо. И знаете, что интересно? Ведь в данном случае менты будут не на вашей стороне. На моей памяти был очень забавный случай, когда, например, какой-то бандит, который, видимо, курировал подвоз этих веселых спортивных ребят из какого-то замечательного, видимо, спортивного клуба, значит, этот господин оставил своих ребят поодаль, типа, чтобы они ждали, когда там люди начнут уже расходиться, или какой-то, может быть, отмашки, неизвестно, какие у них были тактические планы, а подошел к начальнику ментов, которые должны были типа обеспечивать безопасность митинга, так перетер с ним по-свойски, там что-то по плечу, они похлопали друг друга, разошлись. То есть, ну, не стоит забывать, что наша полиция, милиция, господи, как это их назови, это, в общем-то, просто сроченная родоплеменными связями с кривиналом структура, которая просто имеет на это официальный мандат, официальный мандат на применение насилия. Она, в общем-то, не для того, чтобы какие-то преступления не предотвращать служат. Были в жизни моих знакомых и моей случаи, когда нужно было обращаться в полицию, и это забавно, и именно обращаться по каким-то бытовым делам, типа обычная там кража и прочее. Ребята и девчонки, которые с этим не сталкивались, поверьте, на это глубоко насрать. Полиция вообще не для этого существует. Вот. Это забавно.